Пение как следствие рукоделия. Такая необычная трансформация произошла с коллективом Иванда Мария. 9 февраля он отмечает первый юбилей. 5 лет со дня своего основания. Именинников поздравили наши журналисты. Новые музыкальные коллективы в Апатитах появляются нечасто. Рождению этого хора поспособствовала обстановка. Ну с чего все началось-то? Мы пришли же в этот кружок рукодельный Иванда Мария. Сначала там сшили, вязали, игрушки делали, куклы. А потом вот что-то попробовали. Как-то у нас тут вот запели мы как-то попробовали. Пригласил нас руководитель нашим. Мы попробовали спеть. Ну и вот так и спелись. С первого выступления на большой сцене прошло 5 лет. Состав коллектива меняется. Никакого отбора нет. Хотите петь, но не умеете? Научат. Было бы желание. Или хотя бы привычка напевать. За уборкой. Или готовишь, или еще что-нибудь так. Или просто по душе что-нибудь плохо или хорошо. Да, так детям пела всегда. Всегда поем. Всегда поем. С детства. Собрались, да. Я думаю, с детства точно пела. С детства. Именно русские песни всякие. Особенно северная, протяжная, которая подходит участницам по темпераменту. Но задору в певицах тоже хватает. Неожиданное предложение исполнить частушку, а капельно подхватывается без лишнего кокетства. Дарья, ты честный народ, дайте больше места. Любо-дорого смотреть, сватают невесту. Дарья ты душа, дарья хороша. Любо-дорого смотреть, сватают невесту. Десять исполнителей с разным темпераментом и руководитель хора строгий, но справедливый Вячеслав Дворянских. Как справляться с таким необычным коллективом? Демократии у нас нет. Так скажем. Конечно, советуюсь в выборе репертуара, но последнее слово оставляю за собой. Иногда, конечно, приходится и прикрикнуть. Люди все взрослые, у каждого свои проблемы. На работе, в семье. Просто бывает, пришел человек устал весь, ничего не хочет, ничего не может. Да не буду я петь, уйду, все брошу. Но приходится иногда кого-то погладить, кого-то пожурить. В этом живом творческом общении проходит репетиция и не менее ярко выступление. Хор Иванда Мария выступает в городах Мурманской области и планирует расширить географию.